Всем привет! Как видите, сегодня в этом видео я не одна, эту девушку зовут Анна. И в этом видео сегодня я у нее буду брать интервью и хочу вам рассказать, чтобы вы узнали о том, кто интересуется, потому что сезон туристический закончился, но скоро на носу уже идет новый набор. Кто хочет устроиться на работу в Турции, в частности, будем говорить сегодня про Анталийское побережье. В этом видео мы поговорим о том, как устроиться на работу гидом, кто хочет, у кого есть такое желание. А в другой части, следующее видео, мы уже поговорим о плюсах и минусах, о каких-то выводах о этой работе и, собственно, сами ощущения после уже работы, когда она закончена. Вот эту девушку зовут Анна. Да. Всем приветики. Вот она работала два сезона, два раза по полугода, на летний сезон ты приезжала, да? Насколько я у тебя узнала, есть еще работа гидом в зимний период, да, кто-то остается? Да, есть такое дело. И всегда получается, что люди приезжают еще и зимой, да? Да, кстати. Всегда есть поток туристический в Анталии. Вот, расскажи мне, пожалуйста, у тебя вообще откуда появилось такое желание стать гидом, вообще поехать в Турцию, и ты вообще до этого как пришла? Как в твоей голове зародилась такая мысль? Ну, кстати, такая мысль еще была со школьных времен. Кстати, когда я, наверное, в классе шестом была. Мы сидели на уроке английского, и нам надо было такую небольшую речь рассказать, кем я хочу быть, когда вырасту. Ну, я такая думаю, я не знаю, кем я хочу быть, скажу, что буду гидом. Так и написала, в итоге так и получилось. Вот, поработав несколько раз в магазинах, я поняла, что это не мое, и нужно стараться куда-то выезжать. То есть, я тебя перебью, поясню, ты работала до этого, у тебя был опыт работы в магазинах одежды консультантом. И как ты, вот, когда у тебя мысль такая появилась, что ты захотела быть гидом, у тебя какое образование для этого есть какое-нибудь? Средне-специальное. Гостиничный сервис. Гостиничный сервис? Да. С этим связано, да? На самом деле, чтобы прийти работать в туризме, не обязательно туристическое образование. То есть, можно прийти, будучи студентом, и доучиваться уже по факту. То есть, не обязательно даже выбирать туризм. То есть, можно быть экономистом, юристом. Кстати, очень много ребят было юристов. Ну, очень много, например, кто очень интересно учился на туризм и пришли в туризм. Но это маленький процент на самом деле. Поэтому, если хотите, то обязательно приезжайте. Я правильно тебя поняла? То есть, перед тем, как идти на работу гидом в Турцию, у тебя был колледж какой-то, техникум, средне-специальное по туризму, и ты пошла на заочку тоже на туризм, да? Нет, кстати. А какой у тебя? На менеджмент. Менеджмент не туризма? Нет туризма, но экономически просто. А, понятно. Да, поэтому ничего не мешает, просто желание только. Я думаю, наверное, важны качества общения с людьми, вот это вот все, да? Что с людьми работать. Вот это важнее, чем образование какое-то, да? Да. Но сам факт того, что по приезду ты уже адаптируешься сам. По приезду ты адаптируешься сам и понимаешь, это твое или нет. Ну, в основном все остаются. А были кто уезжал? Ну, минимальный процент, ну, бывает, что человек, наверное, в общей сложности, человек в 10, может, и уезжал. Как ты в своем городе, когда у тебя вот такая мысль появилась стать ГИНом, что ты начала делать, короче говоря, интернет смотреть, сайты какие-то? Как ты узнала вообще, как устроиться, короче, ГИНом-то? Ну, это просто вообще очень много объявлений в интернете, именно вот на, где поиск зарплаты идет, ой, зарплаты, зарплаты, зарплатыру, да, Headhunter, прочие сайты, там очень много объявлений, и причем они на разные города ориентированы, на Краснодар, на Красноярск, там еще Новосибирск, различные вот большие крупные города ориентированы. И нашла, ну, у меня еще подруга перед этим устраивалась, она поехала уже непосредственно в Эмират работать тоже гидом, и она, собственно, мне порекомендовала, сама хотела, кстати, изначально она устраиваться в Турцию, но получилось, что в Турцию набор, естественно, был уже закрыт, был июнь, июль месяц, где-то около этого, и в итоге ее перенаправили в Эмират, а в Эмират это там только с опытом, кстати, то есть повезло очень, кстати. Как ты, ты какое-то агентство нашла или как-то оформлялась? Как ты через сайт ты на них вышла и написала, как там, резюме или что-то просит? Да, там, ну как, в моем городе, интересно, представительственная находилась компания, то есть я пришла вот в это агентство, там у нас есть женщина, которая непосредственно набирает ребят, и потом позже приезжают представители от Туроператора и проводят непосредственно интервью. И, ну, я пришла в эту компанию, там нужно буквально было собрать документы, резюме никаких не требовали, кстати. Просто так? Да. Паспорт там, какие документы тебе потребовали? Ну, так, в общем, если вспомнишь. В общем, так, я пришла туда, мы начали уже просто оформлять документы, собирать на визу, то есть сначала просто заключаешь договор, за услуги посредничества 6 тысяч было. Ты платишь, да? Да, 6 тысяч. После этого, что же там было? Заключаешь договор, проходишь собеседование, собеседование бывает двух типов у этой компании, ну, Туроператора, у которой я работала лично, когда ты можешь приехать в город, в который приедет представитель компании, и по скайпу. Сразу с Турцией, то есть где работать будешь? Да. Очень, кстати, очень удобно, если ты не можешь выехать в большие города типа Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, очень удобно, если ты не можешь выехать. Карго. А, доставка? Да, доставка. Диэтил какой-нибудь, документы, короче, отправить? Да, документы можно будет отправить, да, и всем эти займутся. Над, проходишь собеседование. И сколько результат ты ждала, когда тебе собеседование? Недолго, собеседование, просто в этот же день тебе дают ответ. В какое время года, когда надо идти подаваться на эту работу гидом? У нас же посезонная, заранее за сколько надо обращаться? Заранее, ну, я-то думала об этом уже в октябре, потому что собеседование проводится в виде праздновок. Где-то могут начать в ноябре, либо в декабре, ну, край, январь будет собеседовать. А потом они, короче говоря, в январе набирают уже гидов. Когда отправляются, как, что требуется, документы, деньги? Документы, получилось, что мне потребовалось. Для оформления визы там паспорт нужен нам был. Если ты не едешь в Москву сам оформляться, то нужна была доверенность на представителя, который, представитель туроператора, который за тебя понесет документы в московское консульство. Вот в Казани еще ребята, у них тоже, если не ошибаюсь, консульство есть, они сами ходили, тоже подавали. За доверенность там тысяча две рублей. Что еще? Светиство рождения первый раз надо было. И кометы с опытом работы гиды, если тоже. Все у тебя есть тоже. Да, если комет был. Что-то же еще? Справка от вуза. Ну, смотрите, дело такое, потому что компании, которые посредники вас отправляют, они эти справки подделывают. В этом ничего страшного, все с поддельными справками работают. Типа, что якобы студент? Да, якобы студент туризма. Это же все для Турции требуется. Это турецкая страна требуется. И в конкурсе тебе что, какую-то визу дают, открывают? Визу, да. Что за документы тебе дают? Насколько он действует? Что за виза? Рабочая, типа, оформляется? Типа, да, слушай, да. Сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, она у меня где-то до июня, до июля была, с первого апреля. Какой-то официальная, а потом что вам? А потом и комет дают. Туристический рейтназы, по факту вы, честно скажу по нему, работать не имеете права. Ну, да, наверное. Как ты уезжала в Турцию? Кто платит за билеты, за отправку? Так, получается, Москва... Деньги какие-то нужны? Да, нужны, конечно. Деньги нужны всегда. Так, получилось как? Из Москвы, Анталия оплачивает работодатель. А из своего города ты уже отправляешься за свой счет. Хоть как, короче. У вас как-то всех собирали в один самолет, гидов? Да, там собираются, там несколько заездов. Несколько заездов есть. То есть там самые первые, там, могут даже с февраля начать, ну, вряд ли. Может, с начала марта даже. Но я попала вот в апрель первый раз. Это был конец апреля. Во второй раз я в начале апреля поехала. Нет, заезд у меня, кстати, в этом году был очень большой. Ну, как минимум у нас человек 30 ехало. Причем все по разным регионам. Ваши компании работали только... Из каких стран? Потому что, слышала-то, рассказывала, и поляки работали, и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, все подряд? Да. То есть у нас был какой рынок? Российский, украинский, белорусский, грузинский, азербайджанский рынок, немецкий рынок, польский. И поэтому... Это вы всех встречали, да? Ну, немцев мы не встречали. Немцы, они без гида отправляются. Польки. Поляки. Да, поляки у них тоже свои гиды. Там, кстати, очень много работают украинцев со Львова. Поэтому, ребята, если кто-то со Львова есть у Гали, то имейте в виду, что можно со Львова перейти в польский рынок, где зарплата будет в евро. Украинский рынок, кто больше из Киева, ребята, они вот тоже на Россию работали. И зарплату... В долларах. В долларах. Да, в долларах. И что-то еще кто-то у нас. Грузинский рынок. Там буквально 4 гида, наверное, было, кстати. Не очень популярно. Ну, не сами курорты. Да, но при том, что я встречала грузиного достаточно часто. Очень хорошие гости, кстати. Следующий у меня вопрос будет. Когда вы туда приехали, у вас какое-то обучение проходит. Собственно, когда ты узнаешь, чем ты будешь заниматься и как бы учат чему-то? Ну, если честно, да, конечно учат, но чем ты будешь заниматься, тебе рассказывают, что в Российской Федерации во время собеседования. Вот, то есть тебе рассказали примерно, но полностью ты этого не поймешь. То есть по факту ты приезжаешь, и ты понимаешь, кто тебя ожидает. То есть порядка двух недель нормальное время обучения, нормальное время тренинга. Курсы у вас какие-то, да? Да, естественно, каждый день мы собираемся нам там что-то рассказывать, нам дают новую информацию. Мы что-то учим. Прямо вот в Турцию уже, когда переехали в апреле. Ты ходишь с тетрадкой, с ручкой, ты ходишь с этим везде и всегда и учишь что-то. Утром тебе информацию дали, вечером ты учишь. Вот, и, ну, немногие это выдерживают, потому что у всех разные, как бы, способности, возможности. Вот, и много кто в эти моменты тоже уезжал домой, складывался. Но момент того, что ты платишь неустойку. Сколько? По договору, да? 500 долларов. Это что уехал, не стал работать? Да, это, как мне объясняли, ну, типа, за оплату билетов домой. До Москвы, типа, да? Если ты отказался, улетаешь, тебе все равно билет до Москвы купить, да? Да, да. Ну, за 500 баксов. Ну, все равно. Сейчас билеты, честно, аэрофлотом, настолько и стоит. Да, поэтому... Такие цены. Нет, я считаю, что это очень классно, то есть, свои возможности узнать, сможешь там работать или нет. Но по факту ты просто приезжаешь и там узнаешь, что тебя по-настоящему ожидает. То есть, многие представляют, что работа гида, это, ну, вот, серьезно, то есть, ты в свободное время, то есть, ты вот утром проснулся, пошел на море, покопался. И поработал гидом, да? Да, и там свободное время, там, ну, одну-две программы откатал, все, и получил за это там немеренные деньги. Ну, все не так. Отдыхать не получалось, да? Нет, получается, получается, если чем-то жертвовать приходилось. Расскажи, пожалуйста, что нужно с собой вести, когда ты едешь на 6 месяцев в Турцию, чемодан ты собирала? Какие-то такие вещи, которые из России, или ты на месте что-то покупала? Как вообще там, одеяло, подушку, вот эти все дела там? Ну, первое, одеяло, подушку, да тут. А в общежитии там какое-то было? Да, общежития для персонала есть, там живут только представители того туроператора, которым вы работаете. Вот, то есть левых людей там не будет, только все свои. Вам дают что? Кровать. Ну, везде по-разному. В комнатах живут от одного, ой, ну, от одного нет, что-то загнуло. От двоих, ну, где-то до края четверых человек. У каждого туроператора везде по-своему. Вот, ну, у нас примерно жило, вот в одном лажмане я жила, нас по-трое жило, потом нас двое жило на втором сезоне. Что ты с собой везла? Нужно, в первую очередь, постельное белье. Своё? Своё, да, берите своё постельное белье, потому что там вам никто не даст постельное белье. Чайник, если любите, чай пить, потому что ходить на кухню, да, нет, кухня есть, всё есть, просто если не любите вставать рано утром, идти на кухню, делать чай, то пусть будет у вас в комнате. Ещё поди заняты утром, да, ну, там всё, все хотят чай пить? Нет, нет, не заняты, нормально, но сам факт того, ну, в этом году, да даже в том ещё, начали запрещать чайники, поэтому нужно всё это уточнять, правила общежития. Кстати, при нарушении правил общежития выписывается штраф. Большой? Да, то есть, очень, да, хороший штраф, ну, там, порядка 50 долларов за что-нибудь могут тебе впаять. За чайники алкоголь также нельзя проносить, ни в коем случае. И что, чайник, если любите что-то пить, фен, в зависимости тоже от типа лажмана, то есть у нас лажман был достаточно хороший, кстати, это бывший отель, там есть фен в ванной, где-то может и не быть, но это чисто для девушек, даже для парней. Это заранее могут сказать, когда перед отправкой тебя идут? Нет, не могут сказать, потому что ты приезжаешь, и по факту тебя распределяют в регион, у каждого региона у супа лажмана. Понятно. Что ещё такое необходимость дома? Ну, на первое время предметы личной гигиены, всякие шампуни, ложки, вилки, у нас были, кстати, у нас были, у нас были, в зависимости от региона. Если не любите с общего кушать, то возьмите несколько там тарелочек, ложечки, вилочки, конечно, ну, я тоже такой человек. А еду какую-нибудь ты брала на первое время, сухой паёк на первое время? Я не могу буквально перед работой заварить и побежать. То есть возьмите что-нибудь такое, покушать, что любите, но немного, не понадобится слишком много. Ты два сезона работала, тебе очень сильно понравилось в первый раз? Да, очень понравилось. Первый год очень было хорошо. А что тебе понравилось больше всего? Ну, атмосфера какая-то вот была. Компания хорошая сложилась? Именно сотрудников вообще? Живите с кем и общаться? Да, ну, просто было хорошо. То есть и работа была в лёгкости. И друзья появились, да? Да, конечно. А во второй сезон? Во второй сезон, ну, тоже какая-то компашка есть, конечно, много кто вернулся на второй год по сравнению с предыдущими годами, как возвращались гиды. В этом году даже больше у нас приехало, но мнение было совершенно другое. Чуть-чуть поменялось какой-то вот момент руководства нашего. Политика компании изменилась? Нет, она не изменилась, но отношение было чуть-чуть другое. К сотрудникам, да? Чуть-чуть, знаешь, такое вот попустительское. И за счёт вот этого попустительства как-то вот всё пошатнулось. И ты не хочешь уже вот в Турцию возвращаться и в новый сезон брать третий? Ну, я бы вернулась, при условии, что нам бы всё поменяли опять. Ну, так и не бывает. Вернули всё в старое русло, если честно. А если не вернут, то не поедешь? Нет, конечно. А как ты можешь узнать, вернут или не вернут? Нет, не вернут. Я тоже думаю, что ничего не изменится. Ничего не поменяется, да. Так что, если у вас есть вопросы, пишите их в комментарии под этим видео для Анны. Мы вам снимем ещё одно видео о каких-то уже внутри, по факту, в работе, плюсах и минусах, которых она столкнулась. Так что ждите новые видео на канале. Если вам понравилось это тело, интересное, дайте знать в комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.